Эта неделя, она такая у меня, и я думаю, что у вас тоже, некоторым образом дожиночная. Дожиночная жизнь. Во-первых, сегодняшняя лекция. Я вам расскажу про очень интересный проект, которому я и даже мы, я бы сказал, посвятили все лето, полвесны, изучали дожинки как феномен, как не объект такого трэша, агрогламура, а как нечто большее, с перспективами социологической, культурологической. Естественно, я смотрел в основном, как дожинки воздействуют на памятники, наследие, на аргентичность города. Я вам сегодня про это расскажу. В пятницу в 16.00 в галерее У состоится небольшая конференция, мини-конференция, мы это так называем, где мы будем презентировать результаты нашего исследования большого. Будет 4 выступающих, я буду, в общем, вы отчасти услышите то, что я сейчас буду говорить, я примерно то же самое буду говорить и на конференции, но помимо меня будет еще 3, не менее, может быть, даже более интересных доклада. Татьяна Водолажская расскажет про воздействие дожинок на качество жизни в белорусских городах. Дмитрий Галиновский расскажет про то, как законодательно оформляются дожинки, как система белорусская, экономическая, как система бюджетирования, как она сама подстраивается под этот праздничный механизм. Это будет очень интересный доклад. И еще один колоссально интереснейший доклад про то, как дожинки... Татьяна Кедрик, культуролог, будет рассказывать про освещение дожинок в прессе, в республиканской, региональной. Про все контрапункты, взгляды из регионов, взгляд из столицы на этот феномен, как столицы, как регионы видят друг друга, и про то, как схлестывается вот это... Насмешливое видение дожинок с серьезным, созерцательным, конструктивным, позитивным. Вот как это все смешивается, откуда какие дискурсы исходят информационные, вот про это будет колоссально интереснейший доклад. Поэтому... А всего их четыре, да, и я еще про памятники расскажу. Я призываю всех вас прийти и послушать, потому что будет очень интересно. Это сниматься не будет? Это не будет сниматься. А вы хотели бы, чтобы снималось? Ну, скажем, потом на ютубе или на платформе, что ли? На ютубе потом, скорее всего, нет, не будет. Уникальная возможность. Издаваться. Издаваться. В том или ином виде оно свет увидит. Вот я написал свой текст. Потом я его буду публиковать в интернете и где-то еще. Еще сегодня не буду так сказать, но я серьезно думаю про то, как его публиковать. И так или иначе это будет. Остальные тексты тоже будут публиковаться. Мы еще не решили в каком виде. Главное, что не написано. А в 16.00 это начинается. Ну, минимум час мы будем рассказывать. Потом дискуссия. Ну, я думаю, что в 2 часа должно уложиться. И это не все про Дожинки. Еще чуть-чуть больше. Мы едем в Бобруйск. Бобруйск, бывшая столица Дожинок. 2006 год. Бобруйск был потрясен. И Бобруйск, между прочим, самый большой город, в котором были Дожинки. В Бобруйске ходит даже паралейбус. Там 200 тысяч населения. Там даже 230. Больше областных центров. Ну, неправда. Меньше всех. И после областных центров, значит, самый большой район. Самый большой район. То есть, на самом деле, большой город. По европейским даже меркам большой город. С уникальным наследием, которое во время подготовки к Дожинкам осталось полностью незамеченным. Количество наследия в Бобруйске, оно по белорусским меркам, не побоюсь использовать слово, колоссально. Ну, как вы представьте, как Гродно, только без замков и без костерков. А так все то же самое. Но зато крепость есть. Еврейская культура, еврейское наследие, без евреев. Но у нас будет отдельная экскурсия небольшая по еврейскому наследию. Может быть, даже если улыбнется нам фортуна, все-таки суббота, в синагогу зайдем. Так что готовьтесь. В общем, вся неделя Дожинки. И, конечно, про Дожинки тоже там вспомнил. Ну, а сейчас немного расскажу про то, чем являются Дожинки для архитектурного наследия белорусских городов. Возможностью, окном возможности, я про это много говорю, и испытанием одновременно. Практика преобразования исторических центров, сложившихся во время подготовки Дожинков. Вы знаете, Дожинки проводятся с 96-го года. Уже вот эти городские Дожинки были 16-ми. Опыт накоплен уже колоссальный. В запасе еще где-то 50 райцентров. Всего у нас районов в стране 117, но в некоторых городах 2-3 района. В Минске 5, поэтому где-то на раз в год один выбирается. Ну, на 100 лет хватит программы. Есть другие еще мероприятия у нас, областные Дожинки, есть дни белорусской письменности, которые по формату своему похожи. Но Дожинки это все-таки самое яркое, самое показательное, на что выделяется больше всего денег, на чему посвящена самая большая шумиха в прессе, и в независимой, и в государственной. И поэтому мы выбрали именно Дожинки. И тот опыт, который уже сложился, та ретроспектива городов с 96-го года, она позволяет говорить о каких-то тенденциях. Ну, конечно, тенденции все эти... Я буду говорить сегодня именно о тенденциях. Но, конечно же, каждый случай преобразования центров, а вы знаете, что во время Дожинок капитально перестраивает центр городов. Ну, капитальность зависит, конечно, каждый раз она разная на степени капитальности, но пробиваются новые улицы, сносятся дома, пешеходные улицы делаются, насыпаются набережные, ставятся ледовые дворцы, ставятся спортивные сооружения, строятся дома культур, какие-то памятники сносятся, какие-то ставятся. Каждый раз сумма преобразований определяется, конечно же, сочетанием индивидуальных факторов каждого города. Это, ну, общая такая вещь, конечно, это сроки, режим организации работ, разнятся концепции благоустройства, разные в каждом городе отношения к наследию, разные экономические возможности, само наследие разное в разных городах, и это тоже определяет разницу подходов, но сегодня больше о тенденциях. Чтобы не быть, так сказать, обвиненным в критиканстве, я сначала расскажу о достижениях, о конкретных объектах, которые мы получили в коде дожинок, так или иначе, то, что можно записать в достижении. Ну, достижения разного рода, конечно. Я, чтобы не забыть и быть максимально таким, чуть-чуть списочек вам зачитаю. Ну, это, скажем, дом на рынке в Несвиже, в 98-й год. Он отремонтирован, и здесь размещена детская библиотека. Это барокко, 18-й век. В 2004-м году открыта музейная экспозиция. Также Несвижскую ратушу, это вот внизу, отреставрировали. В 2000-м году в Шклове проведена реконструкция ратуши с торговыми рядами. И после дожинок там разместилась гимназия шкловская. В 2001-м году в Мозыре были активированы работы по созданию Мозырского замчища. Ну, объект, конечно, противоречивый. Сама вот эта бутафория с вот этими деревянными башенками и металлопрофилем сверху, она открылась позднее, в 2005-м. Но дожинки способствовали завершению археологических работ и подтолкнули, как сами мозыряне говорят. В 2002-м году в Полоцке проведена покраска Софийского собора. Выполнено долгоустройство территорий возле Софийского и Богоявленского соборов. Сапаса Ефросиневского монастыря проведен ремонт бывшего иезуитского коллегиума 18-го века. Время дожинок в нем была открыта художественная галерея. Это вот Полоцкий, вот этот самый иезуитский коллегиум. В 2003-м году в Пружанах реконструированы торговые ряды 19-го века, и там открылся торговый центр. В Волковыске в 2004-м году произведено благоустройство археологического памятника Шведская гора. Вот та самая гора возвышается. Ну, по сути, что там, траву покосили, да деревья посругили. Выполнена реконструкция дома-музея Багратиона, памятника 19-го века. В Слуцке в 2005-м году благоустройство замкища в Багруське. В 2006-м году восстановлен внешний облик Свято-Никольского кафедрального собора 1835-го года. Восстановлен фасад, произведено штукатуривание, покраска, белый цвет, три купола поставили. Мы в него зайдем, кстати. И выполнено благоустройство территории Багрусьской крепости. Я буду потом говорить, мы увидим, каким образом оно выполнено, за счет чего и как. Это отдельный разговор. Орша. Орша выделяется нетипично большим объемом затронутых памятников. В 2008-м году в Дожинке в городе благоустроили территорию Оршанского замкища. Реконструировали здание старой водяной мельницы в 2002-й год. Вот оно там, разметился этнографическим музей Мулин. Прилегающий к нему мост, мост вот этот арчный. Церковь Святого Михаила была достроена, костел Святого Иосифа частично отремонтирован. Также была проведена реконструкция некоторых исторических зданий в центральной части города. Главным событием для Орши стала комплексная реконструкция коллегиума иезуитов с бурсой. После ремонта здесь расположилась детская библиотека, музей, галерея, отдел культуры горосполкома, ЗАГС и кафе. Вот сам процесс строительства. Там тоже есть нюансы, есть о чем говорить, сейчас будем про это говорить. В Кобрине в 2009 году благоустроили старый городской парк имени Александра Васильевича Суворова, который, правда, был разбит в конце 18 века, то есть сам по себе является памятником. В Лиде в 2010 году был завершен первый этап реконструкции Лидского замка. Ну, видели все в интернете. Но все-таки надо отметить, что Лидский замок, он воспользовался возможностью дожжинок. Так еще неизвестно, сколько он бы разваливался. Так, по крайней мере, он укреплен сейчас. Ну, тоже отдельный про него разговор. Восстановлена западная сена, южная башня, внутренняя галерея. Ну, конечно, очень спорная реконструкция. Ну, понятно, что во время дожжинок все время вокзалы ремонтируют, железнодорожные, авто. Железнодорожные вокзалы у нас в большинстве городов тоже являются памятниками. Они тоже подвергаются ремонтам. Качество ремонтов, к сожалению, скорее можно определить, как евро. Евроремонт. Понимаю. Вообще, феномен евроремонт, он такой характер для постсоветского пространства. Мы говорим евроремонт, и сразу понимаем, о чем идет речь. Есть, конечно, и утраты. Утраты, которые произошли именно ввиду дожинок, ввиду подготовки, в ходе подготовки к дожинкам. Утраты были спровоцированы форсированными темпами благоустройства. В Волковыске в 2004 году неудачно отремонтированы некоторые единичные здания начала XX века. В Слутске в 2005 году снос земской больницы здания XIX века. На ее месте теперь благоустроена территория, прилегающая к новой бане. В Речице в 2007 году снос женской гимназии, тоже XIX века, который, этот объект входил, как пишут источники, входил в туристический маршрут Золотой кольцо Гомбища. Был снесен. Кроме того, была взорвана старая водонапорная башня в центре города. В Орше, несмотря на достижения, в Орше снос деревянной застройки полностью, 12 домов. Был снесен один дом начала XX века по улице Минска. Всего в исторической части снесено около 40 объектов. В том числе отдельные объекты, элементы ограды вот этого иезуитского коллегиума, относящиеся к XVIII веку. Они тоже были уничтожены, просто разобраны. Жертву и поспешности можно назвать и Лицкий замок, собственно, качество работы. В Горках, известный пример, в 2012 году не смогли превратить снос дома на территории Академгородка, в котором жил Максим Горецкий. В общем, есть у нас два списка. Список достижений и список утрат. Является ли каждое достижение и каждая утрата индивидуальным случаем? Я бы, ну, с известной долей, конечно, да, но я в этом вижу определенные тенденции. И вот сейчас о тенденциях. Особенности сроки и режим организации работ во время дожинок определяют качество и отношение к наследию. Во-первых, определяющая роль Оргкомитета. Оргкомитет – это такой временный орган, который создается в преддверии каждых дожинок в самом городе. Заседание Оргкомитета проводится раз в неделю, а потом ближе к дожинками чаще. В него входит администрация города, в него входит администрация области, в него входит определенное количество людей республиканского уровня, которые курируют проведение дожинок в том или ином городе. Ну, это может быть там, например, в былые годы это был Прокопович, глава Нацбанка, курировал по облину. Вот сейчас Мясникович, премьер-министр, курировал в горке. Ну, и вот так они чередуются. Все разные люди отвечают в разные годы за разные города. Кому что ближе, видимо, не знаю, как они выбирали. В том числе, конечно, и архитекторы входят в этот Оргкомитет, по крайней мере, главный архитектор. Это называется, заседание называется штабами, так, в обиходе. И даже потом в прессе, когда освещаются дожинки в регионале, они так и говорят. Вчера состоялось заседание штаба, на нем были приняты такие-то оперативные решения. По фону трубок. По фону трубок, конечно. В битве, не знаю. Они решают весь спектр вопросов, связанных с подготовками дожинок. От развесок гирлянд до того, как организовывать логистику, как менять транспортные потоки, что взрывать, что сносить, что строить. Вот они все это решают. У них есть оперативная связь с Советом Министров. Они могут решать одновременно, затрагивать вопросы привлечения дополнительных средств из разных ведомств, министерств и так далее. Ну, в общем, такое место, концентрированное принятие решений. И, конечно, они оперативно за год фактически переделывают, перестраивают город. Нет времени у них на всестороннее обсуждение проектов и проведение научных исследований памятников. Это безотносительно города, это такое общее место, то, что нет времени. КНИ, так называемое, комплексное научное исследование памятников, это обязательная стадия, предшествующая созданию проекта, реставрационного, проекта реконструкции и так далее. Сначала должно провестись это исследование. Его проведение, оно детерминировано самыми различными факторами. Временем года. Бывает, надо что-то копнуть, отколупать, посмотреть, заложить шурф, посмотреть, сколько там кирпичей, какая кладка, что. Глубина фундамента бывает хозяйственным, особенно самихозяйственным использованием. Если это банк, например, в подвале, хранилищий денег, никогда туда архитектора не пустят. Обязательно нужно, чтобы освободили службы, я условно говорю, освободили службы помещения, чтобы там можно было проводить вот эти вот работы и следовать из тем. Вот ввиду сроков сжатых, исследования могут длиться полгода и год, потому что еще в архивах надо посидеть, поискать чертежи старые. Вот в условиях дожинок это экстремально, экстрим. Сжатие всего и вся. Хорошо, если в отдельных случаях 2-3 месяца есть у авторов проектов, но это только если объект действительно объявлен и на нем висит табличка. А то бывает, что они чисто формально проводятся, эти комплексные научные исследования. И вообще нет времени на обсуждение, даже безотносительно наследия. Практически обсуждение сводится к такому, к текущему на лету, на коленке. Они обсуждают важнейшие вопросы. И потом тут же принимаются меры по реализации скоропалительно принятых решений. И вот тут проявляется, конечно, высокая роль профессионализма архитекторов. Конечно, главного архитектора города. По большому счету, каждой дожинки это дожинки главного архитектора. Человек, который отвечает за все фактические строительные работы. На него обрушивается шквал вопросов, по которым ему необходимо принимать быстрые оперативные решения. Как правило, все или почти все эти вопросы, они безотлагательные. И, конечно, профессионализм тут играет первостепенную роль этого человека. Он вхож в оргкомитет, к сожалению, он там не доминирует. Он там не доминирует. Другие хозяйственные службы могут его перебивать. И его мнение может оказываться в меньшинстве главного архитекта. То есть человек, который отвечает и за эстетику, и за качество работы, и так далее. Ввиду отсутствия времени, он быстро, неглядя, может подписывать какие-то работы по благоустройству, проекты работы по благоустройству, оформление фасадов и так далее. Поэтому мы получаем то, что получаем. Все эти фасады с полосками, как наиболее общее решение. Непродуманные вот эти вот дорожки пешеходные, по которым невозможно ходить, потому что они такими формами. Набережные без лавок. Ну и там много всего. Много ошибок получается именно в ходе, именно из-за спешки. Ну и конечно же роль профессионализма научного руководителя объекта. Научный руководитель объекта это тот человек, который потенциально может наложить вето на принятие решений по памятнику. Он может запретить проведение тех или иных работ. Но на это ему нужно очень большое гражданское мужество. Есть редкие случаи, когда научный руководитель объекта, и когда ему удавалось действительно противостоять вот этой спешке и быстрому проведению работ. Например, это Молодеченский колледж политехнический. Здание в Молодечном. Кто был в Молодечном? На центральной площади такое красивое здание в стиле неоклассицизма, так называемый сталинский ампир. И, по-моему, кстати говоря, его в свое время проектировал... Что, не Алладов? Не помните его? Ну, одно из зданий в Молодечном проектировал действительно Алладов в Альмен, который еще жив. Оно считается памятниками. На него навесили памятную доску. Ну, такое бывает иногда. Как бы большая честь для архитектора. Так вот, под угрозой срыва работ, то есть научный руководитель, он пригрозил, что откажется от объекта, а если научный руководитель отказывается от объекта, то там еще определенная процедура назначения нового, вхождение в курс дел, и просто затягивается срок. Срок, может быть, не очень сильно затянулся, но на месяц, но это все равно чревато срывом подготовки итоговой центра и дополнительными затратами денежных средств. И поэтому даже под угрозой такого небольшого опоздания им было проще пойти на уступки и изменить проект. И в Молодечно, если вы будете ходить, почти все здания в центре после дождя покрашены либо в такие светлые, кремовые, теплые, бежевые, либо в розовые тона. А, кстати, то, что сзади, иногда там фиолетовый может быть цвет. Очень красиво. И чудом остался серый, например. Фасад колледжа вообще его не дополнительно не штукатуривали, не утепляли, его просто почистили. И там несколько таких элементов, которые удалось сохранить. Мозаичный пол удалось сохранить, а не закладывать его чем-то новым. То есть, вот, несколько таких моментов, подоконники оригинальные, которые при строительстве были, их тоже удалось сохранить, что первоначально проектом не предусматривалось. В общем, человек проявил мужество. И это было именно мужество, потому что каждый раз все эти предложения, они натыкались на шквал критики, на обвинения, на угрозы. Но профессионализм, есть профессионализм и против него не попрешь. Конечно, профессионализм автор проекта, исполнителей. Вот все эти полоски, вся эта неумелая укладка плитки, ну, следите за событиями, как что в горках уже все поплыло. В принципе, каждый год оно так происходит. Каждый год оно все плывет после окончания дожинок, потому что некачественно делается, делается спешно, с нарушением технологий. И что самое страшное, часто работают вообще не по проектам. Периодически проект создается по факту выполненных работ. Есть такое у нас явление. Оно, как бы сказать, не массовое, но случающееся. Иногда, когда сначала строители приходят на объект, делают то, что им считают, то, что они считают нужным. Ну, естественно, это сначала обсуждается на словах с теми, кто отвечает за внешний вид и устройство, благоустройство. Они делают, выполняют словесные указания, а потом приходит архитектор, проектировщик, и по тому, что они сделали, делают уже объекты и делают проекты. Получается, да, очень удобно. Есть еще такая вещь, как изменение проекта на ходу. Это, ну, у нас, мы тогда ходим, не видим этого, а вот у нас по Молодечно, опять же, была экскурсия с архитектором, который, в том числе, принимал участие в проектировании центральной пешеходной улицы, в Родвее. И он прям пальцем показывал. Вот смотрите, здесь вот эти фонари из этого проекта, а потом решили, что это слишком дорого, и вот половину фонарей поставили такие, а половину другие. И вот здесь вот должен был быть фонтан, и посмотрите, тут к нему уже подвезены трубы, но потом решили, что фонтан не успеваем, и разбили клумбу. И вот в таком духе очень интересные вещи, когда вот особенно показывают пальцем тыкву, это действительно видно. Упрощение вот такие текущие, то есть то, что быстро делается, и в том числе это касается и наследия тоже. Вообще, что они делают? Уже мы говорим, имеем смелость заявлять о том, что сформировался уже определенный канон, ну не канон, стандарт подготовки к дожимкам, в который входит большой... Это такой идеальный образ видения города, современного, как он есть. То есть в идеальном городе, в котором вложено много денег, и там вот можно реализовать все смелые планы. Что входит в смелые планы, как правило? В смелые планы входит большой спортивный объект или два, в смелые планы обязательно входит набережная, благоустройство набережной, обязательно создание пешеходной зоны, это пешеходная улица или какая-то пешеходная площадка, большая, обязательно фонтан, обязательно несколько памятников и скульптур, обязательно ремонт вокзала, обязательно... Амфитеатр, конечно, и вот этот образ, и вот они как бы вот это вот и воплощают, каждый раз, в каждом городе. Ну, понятно, в первых городах еще не было столько денег, не было еще этого стандарта, поэтому там все скромнее, но чем дальше, тем богаче, и вот последний, где-то с 2006 года, примерно уже вот этот набор, это уже 6 лет, примерно он пульсивируется, каждый раз. Каждый раз, перед тем, как начинать работы, организуется поездка в предыдущую столицу Дожины, рабочая оперативная группа, уезжает туда где-то на неделю, и они делятся опытом. Делятся проектами, делятся решениями, изобретениями, как что правильно организовать, чтобы это было быстро, красиво, удобно. Есть определенные еще такие условия, ну, конечно, подготовка, она накладывается на, например, в чему ледовые дворцы сейчас строятся. Ледовый дворец, это отдельная программа, отдельно существует программа строительства ледовых дворцов, и, в принципе, она должна выполняться, ну, безотносительно дожима. Она и выполняется безотносительно дожима. Очень часто к дожимкам ледовый дворец не строится, но он торжественно закладывается. И строится потом на протяжении, там, следующих трех лет. Но дожимки, они являются катализатором, когда все сходится, и вот когда бы еще этот ледовый там появился, но вот под дожимки он как раз, эта тема актуализируется. Или еще, например, пешеходная улица. Пешеходная улица, как мне объяснили в Белнии городостроительства, вот этот объект, он закладывается в генпланы. Сейчас, как бы, такая, с 90-х годов пошла такая тенденция, что все новые и откорректированные генпланы, они имеют вот такой элемент, как создание, среди мероприятий по развитию города, такой элемент, как создание пешеходной улицы. Когда бы там была эта пешеходная улица? А вот дожимки, и под нее она как бы делается. То есть дожимки это такое окно возможности реализации того, что вот наболело, и то, что заложено другими какими-то программами, проектами и так далее. И очень важно, почему, например, вокзал. Происходит ориентация проектов на восприятие гостей. То есть все, что делается, весь набор преобразований, он ориентируется на тех, кто приедет в пятницу вечером и в субботу вечером уедет. Вот на этих людей ориентируется преобразование в городе. Не в основном, но в том числе. Поэтому делается вокзал. Например, как определяется, где ремонтировать фасады, где их утеплять, где остеклять, где ложить тротуары. Сначала разрабатывается маршрут проведения праздника. Ну вот, как он будет организован. Где поставить сцену, где будут ряды и столы. Вы знаете, каждой дожимке, это там пьянка большая, накрываются столы. Торговые ряды организовываются протяженностью, может быть, километр торговых рядов со всей республики. Сельские хозяйства съезжаются. Каждый, ну, всякие комбинаты, рыбгасы и так далее. Каждый ставит свою палатку небольшую. Палаток этих много, эти ряды, они растягиваются, ну, на километр. Вот, не будет преувеличением рассказать. И каждый Новый год даже начинает бьет рекорд по длине вот этих вот аллей торговых. Там все дешево, там наливают. Ну, это как бы праздник. Там же стоят столы, там же можно сесть, посидеть, отметить. И вот именно по этим магистралям торговым, именно по тем местам, где будет делегация, именно по тем местам, куда прилетит волшебник в голубом вертолете. А, кстати говоря, в Гобрине, например, для его посадки место было сделано специально. То есть капитальная площадка, выложенная разноцветной, красиво разноцветной плиткой, такие концентрические круги на набережной, рядом с ледовым. Она использовалась, естественно, один раз. Ну, то есть прилетела и улетела. И все, сейчас экскурсоводы показывают вот это место. А оно там сейчас по центру на зимой елку туда втыкают. Все, больше никак не используется. И больше никакого предназначения нет. А там такая площадка, ну, хорошая. Немножко напоминает такую арену гладиаторскую. И вот что видно с этих точек, то и ремонтируется в первую очередь. Не только это, конечно, но это в первую очередь ремонтируется. Соответственно, и вокзалы ремонтируются в первую очередь. Авто, железнодорожные, потому что гости туда приезжают, прибывают. Усиленно ремонтируются вот такие основные въезды в город. Ну, конечно же, самым, больше всего внимания уделяется въезду из Минска. Вот, потому что не всем же на петербургах катать. Некоторые на лимузи на петербургах подъезжают. Ну, тоже. Общая концепция благоустройства. Чем она характеризуется? Что там происходит? Происходит? Я бы это охарактеризовал как ревитализация пространства. Что я вкладываю в слово ревитализация? Ну, это вообще, на самом деле, такой общий термин. Поляки его очень любят использовать. У них большая программа ревитализации польских городов разработана. И там этот термин проблематизируется. Пишутся научные работы на эту тему. Ну, это оживление. То есть, как бы, возвращение в оборот, оживление, ну, вито, жизнь, ревитализация, возвращение в жизни. То есть, это освежение, ну, красивый фасад, свет горит, лампочки не перегорелые, тут клумба, тут скамеечка. Ну, как бы оно так, весело и приятно, комфортно для жизни. Дожинки некоторыми жителями называются третьим рождением белорусских городов. Естественно, первые, предыдущие два рождения, это основание города, летописное. Второе рождение, это восстановление из руин после войны. И третье рождение, это доживничка. То есть, настолько жители, настолько они высказываются, и там никакого юмора. Очень серьезно они это воспринимают, и очень серьезно это говорят. Никакой там веселухи. Ревитализация. За счет чего? В жизни притворяются единые комплексные решения. То есть, разрабатываются не индивидуальные проекты каждого здания, как его нужно сделать, как это монтировать фасад. Делается целый, сразу полностью вся развертка улицы, например. Либо делается один такой модельный проект реконструкции фасада дома. Неважно, памятника, не памятника. И потом он мультиплицируется, повторяется на все соседние дома. Тут, кстати, проявляется вот эта контекстуальность памятника. Если памятнику не посчастливилось стоять на улице, где его окружают дома более новые, на которые был разработан проект, то памятник просто точно так же красится в этот бежевый цвет, в розовенький, без относительно его архитектурных особенностей, точно так же делается утепление. Ну, вот он так там функционирует. Конечно же, есть, особенно сейчас меньше, но раньше, в предыдущие годы, в 90-е, в первом году 2000-х, очень большую роль играла возможность собственников тех или иных зданий. Ну, есть здания, да, в городской собственности, государственные, есть здания, принадлежащие банкам, разным банкам, причем. Есть здания частные, есть частные дома, есть какие-то деловые центры, у которых отдельный собственник. Тогда, да, тогда проекты разные, тогда каждый отвечает за свое здание. Ну, есть какие-то, опять же, граничные определенные условия, к которым, как они должны выглядеть, как они должны соответствовать. Но, ну, тогда может быть такое, что стеклопакеты, 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 нет стеклопакеты, опять стеклопакеты, крыши, металлопрофиль, металлопрофиль, шифер, металлопрофиль, металлопрофиль. Но сейчас это уже всё меньше и меньше. Сейчас они всё более унифицируются. Обязательные элементы благоустройства. Ну, я говорил уже, ну, про заинствование подходов я говорил, есть набор обязательных элементов благоустройства. Плитка. Плитка кладётся везде, и плитка — это такой культурный сдвиг. Плитка определяет восприятие города. Серьёзно. Вот у кого не спросишь, что им запомнилось из изменений? Плитку положили. Плитку кладут в том числе и танк, где даже асфальт они обратили. И это действительно круто. Плитка несёт цивилизацию. Ну, по плитке ходить гораздо приятнее, и ощущение от города действительно меняется. Ну, вспомните даже Минск. Вот он оплетился в 2002-2003 годы. Я ещё помню привокзальную площадь, закатанную асфальтом. А потом там долго её перекладывали. И действительно изменилось ощущение, когда идёшь. Поэтому это, действительно, это то, что играет в спяти города. Фонтан, конечно, обязательно фонтан. Без фонтана никуда. Причём фонтан начался ещё в Бородатом 2001-м. В Мозере фонтан делали. Причём большой, там, скульптурная композиция, триграция, бронзовая. Скульптура ещё. Ну, это последний тренд. Это где-то с 2006 года. Про скульптуру отдельный разговор был. И клумбы. Ну, побольше цветов. В общем, чем больше цветов, это такой общий принцип. Чем больше цветов, тем лучше. Последний тренд, последняя тенденция. Уже сейчас, в последние годы, начали нанимать начатных дизайнеров. И даже в некоторых горосполкомах вводится должность дизайнера по отделенению. Именно после дожинок, вернее, к дожинкам вводится такая должность, которая продолжает функционировать после дожинок. И город таким образом поддерживается. То есть, определённый уровень поднимается. Нельзя не сказать о ещё одной детерминате. Это воплощение ценности новизны. Особенности современной белорусской эстетики. Вот, знаете, есть ценность старого, есть ценность нового. Про ценности в прошлый раз я рассказывал много. Но представьте, я могу сказать о том, что вот этот вот стол, ему 200 лет, и сразу к нему повышено внимание. И сразу, о, посмотрели, надо же посмотреть, да, на 200-летний, и как-то уже так хочется его протереть аккуратно. Или можно ещё сказать, этот стол сюда принесли вчера. То есть, он с иголочки. И это тоже ценность. Правда же? Вот, если мы скажем, что он позапрошлогодний, то вообще никакой ценности. Ну, как бы он и не старый, и не новый, да? А вот два экстремума, новизна и старизна, они, да. Ну вот, в городах, когда у нас что-то делают, у нас доминирует новизна. Эффект новизны должен быть. Всё должно быть новым. Ничего не должно быть старым. Ну, серьёзно. Вообще старого, желательно, чтобы вообще не было видно старого. Чтобы памяти не выглядели как новой. Даже если проводится реставрация, но память должен выглядеть как новой. Это просто, ну, это, это, ну, табу, это аксиома. Нет, аксиома – это то, что требует доказательства, да? Правильно. Да, это аксиома, потому что не требует, не требует доказательства. Если это какой-то старый дом, какая-то полуруина, её лучше снести. Ну, в крайнем случае, завесить, завесить какими-нибудь плакатами, какими-нибудь шторами, там, капорол или реклама дожинок, что-нибудь, неважно. Но её не должно быть. А старая, вы смотрите, как высота. Ну, представьте, как идёт парад победителей 9 мая 45-го года. Идут маршал Жуков на коне горцует гордо. Вот, тут, значит, товарищ Сталин наблюдает с трибуны. Тут генералы, тут ветераны идут с этими слентами. И тут, значит, фашистский танк проезжает. Ну, проехал и поехал куда-то. Как бы нарушается, да, эстетика. И вот точно так же, точно так же и на дожинке. Всё должно быть. Это парад. Парад Алле. Они там проходят, там точно такое же шествие. Товарищ Сталин тоже присутствует. Ветераны присутствуют. Ветераны жатвы. И герои жатвы. Ну, это же битва за урожай. И ветераны дожинок. Тыло. Им не должно на глаза попасться что-то старое. Даже, я повторяю, и даже с памятником должен выглядеть новым. Ну и, конечно же, вот наша бесконечная любовь к евролемонту. Да. Ну, это отдельный разговор. Любовь к белым пластиковым окнам. Любовь к красным, либо зеленым, либо синему металлопрофилю. Такого энергичного цвета. Любовь к, в противоположность энергичной крыше, таким нежным кремовым оттенком, который красится фасады. Чаще всего такой розовый. Крема такие розовый. Такой бежевенький. Ну, бывает голубенький. Бывает слегка зеленый. Ну, это реже. Но, в основном, розовый и бежевый. Вот это опасно. Это вообще... Это очень красиво. И полоски, и полоски, полоски, полоски. В Бавруйске, видите, полоски. Да, извините. Немножко забежали. Есть отдельные вещи. Отдельные вещи, конечно, особенно соотношения к наследию. То есть то, что уже... Вот раньше это то, что было вообще, и поскольку наследие оно в городе, то то, что вообще, оно и на наследие тоже распространялось. А сейчас то, что именно про наследие. Ну, большую роль играет объем и расположение сохранившегося наследия. Например, в Молодечно, старый центр города, площадь Старомяста, оно за пределами административного центра. Там туда не... Там не было праздниц, туда не приезжали гости. И поэтому вместо концентрации, на самом деле, молодечественного наследия, которое на очереди, оно там за дорожными путями, кто был, кто знает, оно осталось фактически нетронутым. То есть у них там были какие-то проекты, но потом по мере... по мере подхождения сроков дожинок, они от них отказывались, 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 и в итоге там почти ничего не сделали. И оно так и осталось. То есть его дожинки не коснулись. Ну, чуть-чуть там плитку положили, и то не на всей территории. А это главное место наследия. То есть его интерпретируют. Ну, музеи делают. Ну, не музеи, ну, какие-то рекреационные зоны. Возить туда этих самых гостей, показываем наследие. Нет, это было не тронуто. А ворши, например, наоборот. Руины были прямо в самом сердце города. И, ну, волей-неволей надо с ними что-то делать. Ну, конечно, что-то не снесли, но все же не снесешь. Надо что-то оставлять, и Python вот пришлось восстанавливать в большей степени, в большей степени. Ну, мне кажется, что эта ниша достойна занятий. Мы с вами, как профессионалы, как люди думающие, могли бы пытаться туда вклиниваться как-то. Как механизмы, как это осуществить, я не знаю, но это такое направление для деятельности могло было бы быть. Должно быть. И рано или поздно будет. Вопрос в том, кто этим будет заниматься? Отсутствует интенция на восстановление наследия. В каждом городе есть какое-то утраченное наследие. То есть вот просто открываешь энциклопедию, открываешь родимый орк, там есть рубрика «Утраченное наследие». Она к каждому городу. И там в каждом городе пару костюмов, пару церквей, пару таких, ну, красивых старых зданий, по которым сохранились фотографии, открытки, чертежи, порой даже есть. Даже на этих сайтах чертежи какие-то. Ну, простенькие чертежи. В принципе, у нас же модно восстанавливать спальщину, да? И в Минске эта тенденция, она идет. В областных центрах, ну, в меньшей степени, ну, кое-как она, как бы, так, кульгава, но... что-то восстанавливается. Восстанавливается, причем даже, не только культовые сооружения религиозные, ну, и рядовые. Восполняется где-нигде, застройка восполняется, что-то восстанавливается. Вот в ходе ДЖН нет такой интенсии. Про это не говорится. Восстановление старых объектов не обсуждается. То есть, может быть, оно обсуждается, но никогда не реализуется. Еще одна неприятная вещь от проблематичности организации археологических раскопок. Археологические раскопки — это долго. Это долго, и это только летом. Ну, весной, поздней, ранней осени. Это может быть, да. Но зимой — нет. Поэтому это долго, нудно, это нужно выписывать всякие разрешения, бумаги, согласования, в лучшем случае археологический надзор. А поскольку работа часто ведется в историческом центре, вы представляете, там прокладываются заново канализация, трубы, ливневки, дороги. Вот весь культурный слой там перемешивается. Ну, возможно, уже был когда-то перемешан, но сейчас он перемешивается второй раз. И это большая проблема для этих центров. Дожинки являются катализатором реализации давно назревших проектов. Я уже про это сказал в случае с пешеходными улицами и в случае с следовыми дворцами, да. Но это также относится и к наследию. Вот все вот эти вот немногие достижения — это то, на самом деле, это такая концентрация чаяний городских. В случае с иезуитским коллегиумом в Орше. Но это не то, что вдруг им захотелось подчеркнуть наследие Великого княжества Литовского и иезуитов. Вот они любители иезуитов. Просто это была тюрьма. Тюрьма в центре города. Стояла и была выселена... В конце 90-х, по-моему, или в начале 2000-х. Ну, Орше — город — три тюрьмы ни одного театра. Ну, есть разные интерпретации этой поговорки. Ну, это такое, как бы... И бывшая тюрьма, выселенная, абсолютно заброшенное место — сердце города. Центр — сердце города. Территория, огражденная заборами. Там еще осталась эта колючая проволока. Она выходит к реке, а там нет набережной. Там не пройти, не проехать. Там заросли, камыш, кустарник, деревья. Ну, совершенно не ухоженно, не было бы устроенной территории. И весь город много лет... Во-первых, сначала мечтал, когда же высадят оттуда эту тюрьму. Режим на бед, помимо всего прочего. Режим на... Когда высадят эту тюрьму. А потом все ждали, ну, когда же они что-то сделают с этим. Ну, как привести в порядок. И тут дожинки. И под это... А уже, конечно, уже были какие-то проекты. Они уже думали, как это сделать. И вот под это реализовали и сделали вот это коллеги. Достроили башню, часы туда. Часы, кстати, они такие электронные. С музыкой электронной. Такая пищалка там. Да. Ну, это нюансы. То есть там масса нюансов. И дьявол, на самом деле, детали, конечно. Но под Марку Дежилл был реализован вот такой проект. И по большому счету все. И там все заиграло. Они под это сделали там и набережную, освободили территорию, убрали кустарник, убрали камыш, убрали корючую проволоку. И место зажило. Это стало центром, местом притяжения. Сейчас там ЗАГС. Туда приходят, фотографируются на фоне того, что десять лет назад было тюрьмой. Это где-то рядом. Это где-то рядом тюрьма ЗАГС. ЗАГС он дал. И так же и с другими. Точно так же в центре города стояли вот эти фуржанах торговые риты. Точно так же мозолила глаза Багрузская крепость, которая была освобождена от... Там были казармы, там военная часть была. И там она как бы и сохранилась, но в общем сейчас территория крепости освобождена. Зарощена она была и нужно было что-то с ней делать. Точно так же в Полоцке был вот этот иезуитский коллегиум. То есть ДАЖИНКИ все-таки способствует вот таким объектам. Но только тогда, когда такие вот чаяния по поводу конкретных объектов и консенсус повликнут. И идеи, и наработки, когда это заранее давно обсуждалось. Вот если это все было, то тогда ДАЖИНКИ да, способствует. И то реализация скоропалительная, быстрая, без учета технологии, кривоватая. Ну как с Литским замком. Литский замок классический пример. Тоже такой руины, которая мозолила глаза и хотелось что-то с ней сделать. Весь город хотелось. Ну давайте, вот будет у нас музей. И вот ДАЖИНКИ и взялись. И половик был как-то. Ну, я думаю... Все было бы. Да. Мне кажется, что... Да, там же все было. Только вот реализация какая. Так. Что еще? И вот из-за этого всего, из-за того, что эти дома переделывались, старые дома утепляются, происходит упущение возможности реальной реставрации. То есть, понимаете, есть старый дом, который требует ремонта, требует реставрации, требует реконструкции. Ну, чего угодно. Он требует какого-то ухода за собой. Требует установки туалетов. В конце концов. Это знают коммунальное хозяйство. Это знают любители истории, любители старины, охранники наследия. А кое-где они даже есть. Это знают сами жители. И, конечно, все знают, что правильнее было бы сделать по проекту, проведя комплексные научные исследования. И все думают, ну, вот сейчас мы разбогатеем и все это сделаем. Будет у нас хороший объект наследия. Такой правильно интерпретированным, правильно поданным, сохраненной аутентичностью и так далее. И тут дожинки. Тут надо все очень быстро решить, все эти вопросы. Памятник попадает вот в тот водоворот, про который я рассказал только что. И, по сути, ну, если не совсем уничтожается, то почти уничтожается. Налепляют эти утепления фасада, меняют окна, пробивают перекрытия, меняют крышу делают и так далее. Когда в следующий раз, скажите, дойдут руки до этого памятника, на его возвращение опять в то же самое состояние и приведение к надлежащему. И при том многие понимают, что это не надлежащее его состояние, но просто так сложились обстоятельства. Иначе нельзя было. Он не должен был оставаться старым. И вот возможность его реальной, продуманной, хорошей реставрации, она упускается. Общий тренд избавления от деревянных застройок. Ну, деревянные дома, они вообще за дома не считаются. За то, что достоин сохранения. Хоть иногда, кстати, бывают интересные образцы, но это просто хлам. Это сносится однозначно. Причем, конечно, в случае с деревянными домами, в случае с райцентрами, тут поддержка жителей единодушная, в них вообще никто ценностей не был. Если кто-то говорит о их ценностях, ну это просто чудак какой-то. Ну, про штукатуривание фасадов я сказал. И есть такая тенденция, особенно это развито там, где есть всякие мастерские, поличью и ковки, там где-то бизнес налажен, а он не где налажен, но кое-где. Там происходит такая легкая ретроизация городского пространства. Ну, такое легкое застаривание. То есть оно как бы новое с иголочки, но такие, знаете, фонарики, такая пушкинская опора, какая-то кованая лесенка, такие лавочки под старину. Ну, вот где-то арку ставят, красивую фигуру а-ля барокко. Где-то, например, дом обычный, кирпичный, дом каких-нибудь там 60-х годов постройки, а туда лепят кокошники, такие карнизы. Ну, вот что-то такое. Губернская стилистика. Да, да, да. Ну, стилистика, да. Губернская даже там псевдоисторическая. Да, да, да. Но, по ощущениям, это такая ретроизация. То есть, ну, в принципе, кажется, что оно, ну, такое немножко, как бы, вот, да, относится к былым временам. Тут вот Александр Сергеевич прохаживался. Это в Мозере установили памятник Пушкину на Дожимке? Это неподтвержденный факт. Нам про это говорили. Перенесили веру к оружию и установили. Пушкину. Ну, Пушкин – это наше всё. Несколько, да, вот примеры. Вот эти вот лесенки. Вот видите, там металлопрофилем отбита будка какая-то торговая, и к ней такая ажурная, ажурный такой, это, боже, как называется? Перила. 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 Как бы, ну, вот она между двумя такими. И, кстати, дома тоже, обратите внимание, дома тоже новые, но тут немножко, вот, по бокам сделали такой руст немножко, как бы, сделали там тоже кокошники на окнах. Ну, вот оно так. А штукатурия, ну, так же красиво. А штукатурия у меня фасада. Вот, обратите внимание, тут, видите, вот эта вот парадная стена дома, которая на улицу выходит, вот её заштукатурили. А это уже не стали штукатурить. При этом видите, какой декор. И вот здесь он, видимо, тоже был, но вот он сейчас стал это выглядеть вот так. Ну, вот такие вот вещи происходят. Иногда бывает, что вот здесь вот, здесь ещё, это Волковыск, 2004 год, там ещё, видимо, не было программы стеклопакетчивания городов, поэтому тут, скорее всего, эти стеклопакеты, которые появились, это сами жильцы вставили. Вот, но бывает так, что вот здесь вот стеклопакеты, а здесь вот нет. Ну, то есть, видите, тут одновременно, как бы, ориентация... Здесь наоборот получается. Потом стеклопакеты стали через... Ну, я говорю, это сами жильцы вставляли, скорее всего. Это не централизовано. Вот такая ориентация всех преобразований на фасад, на внешние. Вот интересный объект, это Орша. Конструктивизм тридцатых годов. Видите, даже табличка есть. Это здание банка. Бел Агропром. На секундочку. Банка. Ну, видим, что с ними сделали. То есть, металлокассеты, керамогранит. Да, а это памятник. Причем, даже не я говорю, что это памятник. А даже табличка висит у входа. И вот я просто не нашел фотографию целостную. Ну, как бы это такое нормальное, современное здание. Отдельная тема, которая требует, ее нужно затронуть. Трансформация этичности города. Что сюда входит? Создание и обновление музейных экспозиций. Сюда входит. И это относится к теме наследия. Ну, откуда вы можете узнать про город? Про то, что в нем ценно, какова его история, чем там пахнет, да? А где, как не в музее это узнать? Вот под дожинки, на самом деле, вкладываются большие деньги в обновление экспозиций в кровеческих музеях местных. Но эти деньги просто в трубу летают. То есть, обновление экспозиций действительно происходит. Но какова эта экспозиция? Ну, например, в Бабруйске в экспозиции кровеческого музея нету евреев вообще. А это новая экспозиция. Она к дожинкам сделана в 2006 году. Как правило, модель кровеческого музея очень странная. Ну, вы знаете, кровеческий музей, он начал активно создаваться в 60-70-е годы, когда нужно было жителям объяснить, что вот та территория, на которой они живут, вот тот район, это часть, часть Советского Союза, и на ней происходили все те же самые события, которые происходили на... которыми можно описать всю историю России, ну, в России в широком смысле. И вот все те этапы истории, они на локальном уровне, они точно так же повторялись, и поэтому, поскольку вы любите партию и Советский Союз, товарищи, то вот он в каждом, так сказать, квадратном метре этой земли. И поэтому все кровеческие музеи, они стандартные. То есть там идет период, там, археологический сначала, рабовладельцы, ну, у нас не было, там, феодализм, потом следующее, создание промышленности, первоначальное накопление капитала, период империализма, да, потом Великая Октябрьская социалистическая революция, которая в каждом городе должна была быть, и она была в каждом городе, и в музейных экспозициях обязательно это было, и сколько Ленин имел надетых на себя пальто в тот момент, когда на него стреляли, сколько у него было кепок, учитывая, как они распространились, потом расползлись по Советскому Союзу, потом, естественно, период пятилетки, индустриализация, коллективизация, это везде было, потом Великая Отечественная война и плотник народа, ну, и развитие народного хозяйства после войны, восстановления. Это в каждом музее. Причем, эти кровеческие музеи расположены в городах, но в них нет никакой истории города. В них вообще нет истории города, потому что это районные кровеческие музеи, там есть история района. То есть там берется вот из деревни такой-то рог шерстистого носорога, вот из деревни такой-то орала, вот из деревни такой-то рубила, вот из такого-то ГП вексель на размен двух женщин, крестьянок на трех поросят, вот из этой деревни тут гильза, из которой был застрелен партизаном такой-то. И этих экспонатов много, мы можем по ним понять единичные события в разных деревнях, истории города нету. То есть просто ее нету, ну ее невозможно. Ну да, где-то какая-нибудь открыточка одна, но нет истории города. Вот такая концепция кровеческого музея, обо всем, но ни о чем. И вот они воспроизводятся, то есть вкладываются в грандиозные деньги, средства на обновление экспозиции, экспозиции обновляются именно по старой модели. И города там как не было, так и нет. И именно поэтому как бы местные говорят, что у нас все война разрушила. Ну она же везде все разрушила, поэтому и у нас все разрушила. А то, что там масса осталась всего, это как бы, ну да, ну да. В Минске же такая же история. Исторически есть музей. А потом отдельно музей города Минска. Он новый совсем. Новый, да. То есть это уже тенденция последняя. В ряде мест вообще кровеческих музеев нет, но есть военный музей. Ну в Кобрине музей Суворова, в Волковыске Багратиона. Ну да. Это музей. Бориса даже на ней был. Это они тоже, туда тоже вкладываются средства, тоже там переделываются экспозиции. Но опять же, это были мемориальные музеи, музеи военные, где там вообще история войн, который рассказывается. Да. И тоже города там в них нет. Потом, создание пешеходных пространств. Ну про это да. Ну конечно город, это совершенно иначе, там есть пешеходная улица. Но на этой улице должно быть, помимо того, что это просто пешехода, там должна быть какая-то интерпретация наследия, какие-то шильды, какие-то точки общепита, музеи, культурные учреждения, магазины. Ну, она должна как-то жизненно насыщаться. Вот она делается пешеходной, и ничего дальше не происходит с ней. И там она пешеходная, но люди по ней не ходят. Часто такое бывает. Ну и мемориализация людей и событий. Памятники. Да, в ряде мест памятники действительно ставятся. Немного. Немного памятников. Ну вот есть Слуцк, Сапе Слуцкая, Слуцку больше, кстати, повезло. Воин освободит Слуцкий. Его называют Бэтмена. В Кобрине памятник основателям города. Это княгиня Ольга и князь Василько Володаревич. И еще там несколько памятников. Ну то есть что-то такое есть. Но мало, очень мало. Даже я бы не сказал, что памятники Великой Отечественной войны, они чаще всего обновляются, а новые, ну вот в Слуцке появился новый, а больше так особо эта тема почему-то не находит отражения. Ленину. Сейчас вот последнего года тенденция, что Ленина почему-то так немножко убирают в Кобрине, ой, в Кобрине, в Горках его вообще убрали в центральной площади, перенесли. Но в целом это только с самого последнего года тенденция. Вот в Молодечном Ленин как стоял, так и стоит. Там ремонтируется постамент, обкладывается новыми гранитными плитами, Ленин красится в какой-нибудь там серебряный цвет. В ряде случаев его чуть-чуть переносят, передвигают в Бобруйске. Вы видите, Ленина опустили. Он стоял на высоченном 5-метровом постаменте. Сейчас высота постамента, то есть его сначала убрали, понизили постамент и вернули Ленину на место. Ближе к народу стал, да. Еще один тренд – это изображение памятных знаков, такие памятные знаки в виде гербов гаражов. Они могут быть на объезде, могут быть в центре города. Гербы могут быть… Вообще есть такая тенденция изображения гербов. Гербы могут быть и не в виде таких монументальных изображений, но гербы могут быть там в клумбах цветами высаженные. Они могут быть на каких-то… Ну, на изгороде эти таблички налепленные с гербами. Ну, вот что-то такое. Ну, тут понятно. Тружаны, Лида, Молодечно. Изображение гербов – это такая вот последняя тенденция. Ну, гербы, понимаете, это весьма такая безличная вещь. То есть они же не апеллируют ни к какому-то времени конкретному. Они не апеллируют ни к событиям, ни к… Ну, по идее, они должны были бы говорить о магадабурском праве, но такого нету. То есть, ну, про это почти никто. Даже спрашиваешь, а где у вас ратуша была? А была, да? Наверное, была. Это историк. Они не апеллируют ни к каким личностям. То есть, ну, лев – богородица, по-молодечи. Ну, да. Ну, там, змеявка уже она. И, конечно, совсем веселуха. Это последних с 2006 года – это установление парковой скульптуры. Ну, это… А, еще, подождите, еще мемориализация праздника уже идет. В Столине улица Дожиночная. А в Кобрине, например, большой валун. И валуны вообще так устанавливаются. Там, вот, в этом городе были дожинки на табличке. В Молодечной аллее дожинов. И у каждого дерева табличка с обозначением города и года, где происходили дожинки. Улица Дожиночная. Вот здесь, видите, даже вот тут очень интересный сам текст. То есть, мемориализация не только дожинок и Лукашенко, но и Прокоповича и Сумара. «Щиро подойдя к людям, які обновили город». Сама семантика слова, понимаете, «обновили». То есть, он как бы был в Занепаде, его обновили. Восстановили. Вот такое значение дожинок. Да, и парковая скульптура. Парковая скульптура в то, на что тратятся тонны меди, бронзы и так далее. И ради чего? Ну, бобёр ставится. В Порше гулливер. И вы видите масштаб этого гулливера. Это люди, как бы, живые. И он железный такой. Я не знаю, с какого он сплава. Но там ещё рядом есть чебурашка и крокодил Гена тоже такие же. Ну, в смысле, не по размеру, а меньше. Но они, на самом деле, не то деревянные, не то пластиковые. Но интересные. Но они покрашены под бронзу. Бронзовый чебурашка и бронзовый крокодил Гена. Ну, я отходил, простучал ему по носу. Ну, а боблливер, он железный, да. Боцман. Боцман в Кобрине на набережной. На набережную вообще никто не ходит. Ну, Боцман туда поставили. И там даже есть язычок, за который можно позвонить. Лида. В Лиде командировочный сидит против гостиницы, на чемодане. Ждёт освобождения номера. Ему номера не хватило. И банщик там. Рядом с баней, бронзовый банщик. В финском языке? Да. Молодечно. Ну, молодечно вообще. В прошлом году отожгу. Там вот на вокзале есть приезжие. На площади старое место глашатая. Причём совершенно непонятно, что там глашатая. Сначала вроде как основание города, но там нигде не подписано ничего. Ну и, конечно, купалья. Вот этот преснопамятный фонтан, вокруг которого столько споров. Я вам скажу собственное моё мнение. Красиво. Хорошо. Достаточно хорошая работа. Неплохо вписанная в ландшафт. Но. Тут есть вопрос, что стояло на этом месте Дотугу. А Дотугу на этом месте, этого фонтана, стоял камень, борцам, покутникам за незалежность Беларуси. Он стоял на центральной площади, был установлен не только в 92 году. По-моему, в 92 году ещё. Это был камень на месте будущего монумента борцам за независимость Беларуси. И в ходе Дожинок обсуждалась мемориализация его дальнейшая, то есть установление там дополнительной часовенки над этим знаком. Но это было место сбора оппозиции малодической. И оно прямо на центральной площади. И под марку Дожинок вот этот камень его решили убрать. Его перенесли на территорию парка. Но причём так интересно, что не на территорию, ну географически на территорию парка, но его поставили на угол парка, но таким образом, что он всё равно оказался за оградой. То есть ограду как бы в тянули в парк, освободилось такое пространство, окошечко, и вот туда поставили как бы в парке, но за парком. Вот этот камень, он далеко. И что интересно, малодическая оппозиция тоже перенеслась на память. Да, но там место уже не центральное. Так я у них спрашивал, что мешает собираться у фонтана Купали? Ну они же собираются у памяти. Память перенесли и их перенесли. Ну тут особенность восприятия, но видите, они работают. Ну и наконец, последнее, что я хотел сказать, я уже вижу время, но то, что важно сказать, это проблема участия местных сообществ в судьбе городского наследия. Как вообще люди реагируют? Как они на это все воспринимают? Ну во-первых, кто бы мог бы родить за наследие? Нет там академических сообществ. То есть нет университетов. В лучшем случае это какие-то филиалы, филиалы каких-то российских или белорусских вузов, но там кафедры исторические, они не развиты, там очень мало людей работает. Историки школьные, ПТУшные, они между собой не коммуницируют, не пишут работ, не встречаются на конференциях, не образуют сообщества. Сотрудники музеев могли бы теоретически, но не являются. В ряде случаев нам говорят о роли директоров музеев в конструировании этих преобразований, но как-то очень невнятно. И я, честно говоря, ни одного такого свидетельства, когда действительно директор музея как-то себя проявил конкретного факта, я, например, не знаю. Может, вы знаете, подскажете мне. Есть в некоторых городах, и, кстати, в Ворше, в Ворше, что интересно, и в Волковыске-то есть, есть движения активистов храна наследия. Но они из разных слоев происходят. Они из бывших историков, ну, в смысле, историки бывших не бывают, они из историков, которые так или иначе заинтересовались этой темой. Некоторые активисты различных там движений оппозиции. Ну, у нас в регионах, вы знаете, одни и те же люди, они входят и в БНФ, и в христианское, и в ОГП, они же защитники наследия, они же рук за свободу. Они, когда в разных комбинациях собираются, вот они разные. Их там человек... Это все человек пять-семь. И они, в том числе, берут на себя и эту функцию охраны наследия. И они реально пишут письма, периодически подают, значит, на признание, на получение статуса наследия. То есть, ну, какая-то работа ведется. Они там протестуют иногда, ну, что-то вот они такое как-то, какое-то там движение, жизнь какая-то есть. Но весь этот шлейф их деятельности, ну, как-то так оно получилось, что все за что они не берутся, но... Вот. И единственное, что иногда удается, и то, что действительно помогает, это вынос на республиканский уровень, на национальный, когда какие-то проблемы с наследием они поднимаются в... на уровень национальной прессы, независимые или государства, неважно. Ну, вот про Дон Горецкого очень много писали, на самом деле были большие шансы, что его сохранят, но не сохранят. А, например, в Орше тот же самый, один дом начала 20-го века удалось сохранить. Вот реально его удалось сохранить. А он сначала первоначально был назначен под снос. То есть есть случаи, но, к сожалению, очень не развито это все. Это как бы в зачаточном состоянии. Отсутствие либо профанации общественных обсуждений. Общественных обсуждений нет. Никто ни с кем ничего не обсуждает в принципе. Формально, да, профанация. Профанация идет. И последний фактор, но он, конечно, самый важный, это вот эта недооценка жителями историко-культурных националов. Вот то, что я говорил про то, что война все разрушила. Это люди говорят в Бабрульске. Это люди говорят в той же Орше. Да везде. В молодечно они это говорят. И они не понимают, что у них мало того, что есть наследие деревянное, индустриальное, советское, это как минимум, да, но они даже не видят дореволюционного наследия, которое в их городах также есть. Они не стремятся восстанавливать ничего. И для них наследие не существует. И поэтому вот эти несуществующие, невоспринимаемые как наследие объекты, они волей случая, попадая в контекст различных обстоятельств, будучи в водовороте событий, они то рушатся, то восстанавливаются. Ну, что говорить, у нас в запасе еще 50 райцентров осталось. Дожинки еще далеко не везде были. Я призываю эту проблематику обсуждать, про это говорить, поднимать, задавать темы, задавать термины, понятия. И я смотрю с оптимизмом, что, может быть, еще 10 райцентров мы потеряем, но остальные, может быть, удастся как-то привести в божеский вид, актуализировать, интерпретировать, сохранить аутентик, аутентичное наследие, свидетельствующие о культурном разнообразии белорусских городов. Все. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok